В президенты России пришли активисты, общественные деятели, спортсмены, а также представители культуры, образования и других сфер, которые подчеркнули, что последующее развитие страны зависит от выбора каждого гражданина и особенно молодежи. Общественники напоминают жителям о том, что необходимо прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию, а также приглашают всех, кто еще не успел сделать свой правильный выбор. Я как гражданин выполнил свой конституционный и гражданский долг. Молодое поколение должно идти на выбор, потому что по той простой причине, что каждый должен болеть за свое будущее, за будущее своей страны и поэтому, наверное, обязаны должны идти. Это их конституционное право. Это, наверное, главные выборы и народу было очень-очень много. Все организовано, все конструктивно, все доброжелательно. Это был совсем такой юный-юный возраст, когда я недостаточно чувствовала вот эту вот ответственность. Сейчас как бы уже в достаточно таком, так скажем, почти в таком не совсем молодом возрасте я пришла голосовать. И сейчас это уже достаточно осознанно, достаточно ответственно. И поэтому для меня это очень волнительно и очень немаловажно. У нас очень много внешних вызовов, как внешних, так и внутренних вызовов. Мы должны все сконцентрироваться, как я сказал, не только свой регион выводить из отстающих в лидеры, но и нашу страну с 12-го места по экономике возможно поднять на 8-е, 1-е место. На самом деле, когда я пришел сейчас, как-то по прошлым годам, незаметно было, часто было вообще пусто, когда я приходил. Сейчас буквально в очереди. Мне повезло, что улица короткая, я отстоял человек 5. А так вот можете увидеть сами. То есть люди готовы стоять в очереди, чтобы проголосовать. Это Убер, это главный, самый главный день, сегодняшний день нашей страны, так как мы выбираем главу нашей страны, Российской Федерации. И чтобы потом некоторые люди не понимают, что да, я не приду, все равно там кто-нибудь другой проголосует. Но на самом деле это не так. Каждый голос очень важен.